да отлично окей всем добрый вечер значит мы сегодня порассуждаем во-первых об истории связанные с золотыми тельцами или золотым тельцом собственно мы уже немножко начали говорить об этом концерт предыдущего занятия я напомню что мы разговариваем о фигуре первого царя северного царства и рабами ценен и вата вот который с одной стороны очевидно книги плохим царей представлен как явный грешник а с другой стороны сквозь него просвечивает я постарался вам показать прошлый раз черты никого иного как муж и сегодня мы постараемся это объяснить но сначала мы сделаем заход с его связями с аароном связи с аароном гораздо более очевидно начать с того что и тот и другой делают одно это производит одно и то же действие создают золотого тельца произносит практически одну и ту же фразу носящую явно декларативные и культовый характер вот твой бог или твои боги израиль который вывел или который вывели тебя из идика это как бы не очевидно вследствие самой форме и лохеха которая в иврите имеет форму множественного числа но при этом может семантически обозначать одного бога вот кроме того оба строят жертвенник и оба на нем служат это раз арон собственно говоря представлена вторе как жрец священник вот и раван тоже исполняет священнические функции так как это вообще говоря было принято в древности на всем древнем востоке когда царь был верховным жрецом и вдобавок ко всему этому у них сыновья носят одни и те же имена практически одни и те же имена два сына арона надавы авигу и два сына яровама надавы авия значит более того мало того что сыновья носят одни и те же имена они еще и умирают преждевременно ну что касается надавы авигу сыновей арона то есть знаменитая история книги вайкра левит вторе о том как они пытались внести святилище чужой огонь не очень ясно что это такое эш-зара и в результате погибли как бы вызвали гнев бога что касается сыновей яровама то один еще будучи ребенком или по крайней мере отроком заболел и несмотря на все старания отца и матери и попытку как бы найти поддержку у пророка по сути дела воцарившего яровама пророка ахии из шило несмотря на все это мальчик умирает а второй сын яровама надав который становится наследником престола гибнет не дожив до старости пав жертвой заговора который собственно говоря является соответственно согласно книги млохим книги царей реализации другого пророчества ахии который говорит о том что из-за того что яровам нарушил заповеди бога его династия не устоит и в результате сына яровама гибнет и устанавливается на некоторое время другая династия это все как бы очевидное сходство между яровамом и аароном которая заставляет задаться вопросом чтобы это значило но перед тем как ответить на этот вопрос мы зададимся немножко другим вопросом который на самом деле вернет нас исходному вот эта история золотым тельцом и золотым или золотыми тельцами которые яровам поставил в двух центральных двух культовых центрах пограничных центрах северного царства на юге в бейтеле и на севере в дании эти золотые тельцы что что они собственно говоря такое значит с одной стороны если мы посмотрим и здесь я файл данные не могу открыть файл потому что андрей не сделал меня по хостам да все нормально отлично сейчас я открою файл вы его увидите а значит с одной стороны целый ряд текстов свидетельствует о том что установление золотых тельцов это тяжкий грех или граничащий с идолопоклонством или просто-напросто обозначающий идолопоклонство значит что касается самого рассказа о том яровам устанавливал этих золотых тельцов то там не сказано буквально что это форма языческого культа но сказано что это было грехом перед вами этот текст сейчас я надеюсь что вы увидите вот так что очевидно что в глазах в глазах рассказчика это дело греховная а если мы к этому добавим опять же аналогию из книги шмот то тогда вещи становятся еще более ясными потому что книга шмот не двусмысленно заявляет что создание золотого тельца это ясный и одна и однозначный отход от служения богу но не только книгой млохим так сказать мы книгой царей мы что называется питаемся здесь есть и другие тексты которые на это указывают впрочем еще один текст из книги млохим книги царей это 17 программная глава первой части книги царей которая подытоживает историю северного царства и там уже как бы однозначно создание и установление тельцов связывается с это поклонством там говорится так и оставили жители северного царства все заповеди господа бога своего сделали себе литов литых тельцов и сделали себе аширу и поклоняли всему воинству небесному и служили балу то есть все это через запятую ни у кого не вызывает сомнения что служение ашире балу воинству небесному это форма язычества значит и установление тельцов это форма язычества согласно этому тексту теперь также точно судя по всему считал пророк восьмого века который жил уже как бы на закате существования северного царства пророка шле который в нескольких местах сурово осуждает эту практику поклонения золотым тельцам и в общем недусмысленно сравнивает это с с идолопоклонством на говорит что тельцов сделал мастер а не бог и вот это он говорит про эгель шумрон но шумрон то не обязательно название города собственно шумрон в ту пору был столицей северного царства но не значит что тельце обязательно культ тельцов происходил именно только в столице мог происходить и в других местах потому что собственно говоря оше очень сурово ополчается на бейт эль считает бейт эль местом греха вот неоднократно обрушивается на на этот культовый центр так что надо полагать что его инвективы в адрес служи в адрес как бы культа золотого тельца связаны с его осуждением и бейт эль а тоже и он постоянно повторяет что они сделали себе вот этих литых тельцов из золота из серебра что это истукан до отцабим массы хорошим этой стуканы где дело мастеров и они там приносят жертвы не очень понятно я сейчас не буду вдаваться очень трудный язык что значит конкретно выражение здесь овка и адам то ли что там приносили в жертву людей то ли люди приносили жертвы но они целуют этих тельцов теперь более понятный и ясный текст это текст кингиты или им который однозначно и ясно говорит о том что тельцы это идолопоклонство язычество 106 псалом исторический псалом тоже говорит вот они сделали он прочим говорит в основном здесь именно о тельце сделанном во времена исхода из египта но очевидно что за этим тельцом времен исхода из египта скрывается и те скрывается тельцы северного царства который он осуждает они сделали себе тельца поклонялись летому изображению или тому изделию изменили свою своей славе или сменили свою славу под слова естественно подразумевается бог те кто немножко знает те кто знает иврит среди присутствующих легко угадает будущий термин мумар мумар который обозначает человек сменивший веру в танахе конечно этот термин не используется буквально в этом значении но вот они сменили свою славу на на изделие бычка который или на форму бычка и который ястрову забыли бога спасавшего их сотворившего великие великие чудеса в египте так так говорит псалом и еще более жестко на этот раз в адрес конкретно и равама это неудивительно высказывается автор книги время это нас не удивляет уже говорили о том что с точки зрения автор дебреями создание северного царства это незаконно рожденное дитя вот и он тут уж примет припоминает и раваму все что он сделал вот и помимо прочего говорит что и равам поставил себе всяких жильцов на в святилище с тем чтобы поклоняться козлам и тельцам значит что касается козлов слово саирим оно очевидно коррелирует с тем что мы читаем тем что мы читаем в торе в книге вайкра где говорится о том что израиль не должен приносить жертвы козлам который к за которыми они блудно ходят очевидно опять же не хочу создаваться в отдельную тематику образа и символа козла в танахе это особая история это связано из образом азазела и вы икра и целая как бы отдельная тема но так или иначе очевидно что с точки зрения автора дебрея мим козлы и тельцы это все форма языческого служения которое вводит израиль грех в грех значит и все честные люди с точки зрения автора дебрея мим должны немедленно покинуть царство израиль и уйти более праведную иудею то что она рассказывает да вот говорит что те кто искали всем сердцем господа те ушли в иерусалим то чего согласно книге малахим опасался и роман вот значит в другом месте мы к этому месту еще свое время вернемся и раван обвиняется в том что в отличие от иудеи которая на знамени своем пишет имя господа и раван опирается на золотых тельцов как бы картина складывается довольно ясная казалось бы но это ясная картина содержит некоторые прорехи вот которые мы сейчас с вами и упомянем на самом деле первый кто указал на эти прорехи и сказал то в полный голос был никто иной как раби иуда аливи автор книги кузари в 11 веке который конечно с одной стороны стремился вообще как можно больше оправдать израиль как бы и доказать приверженность израиля своей вере он полемизировал с окружающим мусульманским так и христианским населением нападками на униженную религию униженную веру но вот он говорит буквально следующее что на самом деле создание золотого тельца не являлось его поклонством а являлась лишь нарушением одной из десяти заповедей важные конечно никто не спорит с этим но все таки не дало поклонством она являлась нарушением заповеди не делать никакое изображение того что есть на небе и на земле и под землей то есть каком-то смысле иуда аливи считает что нужно быть иконокластом борцом с иконами с изображениями и вот это собственно говоря тот грех который впал израиль находясь в пустыне он как бы допустил эти условно говоря иконы иконное изображение бога то есть что он хочет сказать что ни о каком уходе от служения богу речь не идет потому что он указывает на это иуда аливи арон делая тельца говорит завтра мы устроим праздник господу и как бы если не считать это как полагает некоторые мидраши тактической уловкой аарона то тогда с точки зрения раби иуды и аливии грех был только грех был ну как бы все таки значительно меньшего масштаба это не был уход от бога но это было нарушение заповеди бога изображать это категорически нельзя делать а вот они взяли создали тельца искали телец изображает бога и так иуда альви был первым кто сказал это в гол полный голос сегодня это как бы это стало неким туризмом в исследованиях библейских и древневосточных текстов но в самой в самом как бы танахи мы уже видим с этим с этим некоторые проблемы мало того что действительно как бы в декларации как аарона таки яровама звучит апелляция к богу который вывел израиль из египта в конце концов израильтяне не были столь синильны они знали что есть бог который вывел их из египта бог победивший египтян и все-таки не могли не понимать что их вывел не телец каким бы этот телец ни был а значит как бы это один момент на который следует обратить внимание теперь другой момент который тоже следует обратить внимание связан с тем что в некоторых рассказах книги млохим царей изображена бескомпромиссная борьба с идолопоклонническими культами в северном царстве кто эту борьбу виду ведет во первых пророк или я во вторых человек совершивший государственный переворот и уничтоживший положивший конец династии умри ахава во времена который в результате дипломатического брака ахава с финикийской царевной и зевель в израиль вошел культ финикийского бога бала так вот не ли ягу не его никак не борется золотыми тельцами более того в отношении его даже сказано что единство несмотря на всю его бескомпромиссную борьбу с идолопоклонством к граническим ну говоря сегодняшним современным языком преступлениями против человечества да он совершал какие-то совершенно страшные убийства с именем бога на устах тем не менее золотые тельцы оставались в израиле и и гуни считал нужным их трогать пророк ильяу который является символом борьбы с балом ни слова не говорит о золотых тельцах это странно значит отсюда мы по крайней мере можем задаться вопросом а в самом деле всеми эти золотые тельцы воспринимались как форма идолопоклонства сейчас я вам покажу некую картинку я на секунду выйду из этого файла и покажу вам некую картинку то мы вернемся в файл секунду вот картинка у меня не высвечивается часе и снова открою и тогда я надеюсь она высветится полсекунды полсекунды так снова сделаю шерстый вот теперь она высветить посмотрите кого здесь видите да вот видите картинка нетрудно заметить что здесь изображены тельцы и здесь и здесь а на них находится кто судя по всему божество вот это балу или бааль угорицкий балу некийский бал это скорее всего месопотамская картинка месопотамского божества и что мы здесь видим как бы божество скачет верхом на тельце телец это то на ком восседает божество прошлый раз я уже сказал что в иерусалиме иерусалимском храме 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 святая святых находились керувы или как по-русски говорят херувины эти керувы хорошо нам тоже известны из вне восточной эпиграфики и всяких изображений это какие-то такие вот крылатые мифические животные иногда с головой птицы иногда с головой либо и бог израиля называется и 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 Эти кировы соединяли свои крылья, и тогда получалось, что крылья создавали своего рода сидение, трон, на котором Бог восседал. Что же тогда получается? Я уберу сейчас эту картинку и вернусь к нашему файлу скорости. Получается, что на самом-то деле золотые тельцы были своего рода северным эквивалентом южных кировов. В Иерусалиме сидением Бога являлись кировы на севере Бетели, в Дании. Таким сидением и презентацией присутствия Бога Израиля являлись тельцы. И тот, и другой образ, и кировы, и тельцы имеют языческие корни. Не есть какое-то уникальное изобретение еврейского культа, еврейской религии. Повторяю, они хорошо известны по всему Древнему Востоку, и те, и другие. Кстати, что касается слова киру, то это вообще, судя по всему, слово аккадского происхождения. Этот термин обозначал того, кто благословляет. Если так, то мы должны теперь посмотреть, бросить два противоположных взгляда, как на историю с установлением тельцов Яробамом, так и историю с установлением тельца Аароном. Один взгляд, очевидно, осуждающий и говорящий, что это вид идолопоклонства. Другой взгляд, просвечивающий сквозь это, возможно, как предполагают многие исследователи, является, что называется, взглядом изнутри, с севера. Где Яробам воспринимался не столько как реформатор, столько как реставрата. Потому что, об этом мы уже тоже сказали, Иерусалим, как священный город, был городом менее почтенным с точки зрения своей древности, нежели такие города, как Элидан, которые напрямую упоминаются, скажем, в таких текстах, как книга Брешит, как книга Судей Шофтим. Это старинный израильский культовый центр. Помимо прочего, следует отметить, что в Бейт-Эле каким-то очевидным образом связан с династией Аарона. Потому что, согласно книге Судей, кто, собственно говоря, является первосвященником, который служит в Бейт-Эле? Внук Аарона, Пинхас Акоген. А что касается Дана, то об этом мы уже говорили. Дан, очевидно, связан с Моше. Ибо там, согласно, опять же, книге Шофтим, служит внук Моше, сын его сына Гершона, Йонатан. То есть это на севере, по всей видимости, оба этих центра воспринимались как старинные исходные центры культовые, которые связаны с именами основателей еврейской веры и религии Моше и Аарона. Яравам, как первый царь Израиля, фактически, как это можно понять, позиционирует себя как второй Муше и второй Аарон, как тот, кто восстанавливает исконное служение Богу. Что касается золотых тельцов, то мы видим, что есть непосредственная связь между золотыми тельцами и Бейтелем, на которую указывает, судя по всему, пророк Уше. И получается, что Аарон – это фигура основателя культа золотого тельца, но совсем не в отрицательном смысле. Совсем не в отрицательном смысле, а в смысле позитивном. Теперь, что происходит, когда эти традиции начинают контактировать с традициями в Иудее? А когда это, собственно говоря, происходит? Судя по всему, это происходит после разрушения Самарии, ближе к концу VIII века до Новой эры, когда царь Саргон II положил конец существованию Самарии, Шамрону, Северному царству, и некоторое количество беженцев хлынуло оттуда в Иудею, на юг. Тогда, кстати, резко возросло население Иудеи в порядке раз. И Иудея, в общем-то, из такого довольно маленького государства, Иерусалим, из маленького города становится очень большим. Предполагается, что во времена Хистияу, так, по крайней мере, говорят археологи, Иерусалим насчитывал около 120 тысяч жителей. Это очень немало, если учесть, что до этого, буквально там за 50 каких-то лет, в нем было несколько тысяч. Теперь и вот эти традиции северные попадают в Иудею. Иудея, которая и брат, и соперник одновременно, если угодно, сестра и соперница Северного царства. И как бы те традиции северные, которые относились позитивно к служению при помощи золотых тельцов или золотого тельца, и не видели в этом никакого криминала, переворачиваются и становятся символом языческого служения, идолопоклонства. Как бы, ну, в свое время Исраиль Кноль, библиист Исраиль Кноль говорил о том, что спор между Керубом и золотым тельцом – это спор о символике. Но это, конечно, не только спор о символике. Это спор о том, на чьей стороне доминантная традиция. Вот, и в конечном счете доминантной традицией становится традиция иудейская. В конце концов, Танах мы получаем в иудейской редакции. И все северные традиции, в большинстве своем, по крайней мере, были пересмотрены. И то, что воспринималось на севере как вполне законное и даже более того поощряемое действие, получает совершенно другое истолкование. Это истолкование приводит к тому, что Яровавам, первый основатель Северного царства, становится основателем греховных культов. Золотые тельцы, золотой телец воспринимается как авудазара, языческое служение. Жреческие традиции, это еще более тонкий момент, которые, судя по всему, были на севере как раз связаны с семьей Аарона, называются жрецами семьей Аарона и семьей Муше. Называются, воспринимаются как традиции запретные, неправильные, греховные. Жрецы из всех концов народа. Это такое любопытное утверждение. Мы знаем, что в Иудее, собственно говоря, доминантную роль играли священники из рода Цадока. Кто был этот Цадок? Мы на самом деле точно не знаем. Его родословное в книге Шмуэля и Млахим не приводится. Уже позднее, в эпоху второго храма, автор Девриямин был тем, кто соединил родословную Цадока и родословную Аарона, а также родословную священников Шило, еще одного священнического рода. Но тоже эта линия была соединена с линией Аарона, и все это было включено под общую шапку колена Леви. Был ли исходный исторический Цадок из колена Леви, мы на самом деле не знаем. Доказать это не можем. Как равно и противоположного не можем доказать. Но если подытоживать, я сейчас дам время задать вопросы, но если подытоживать, то в общем, мне представляется, что мы имеем дело здесь не столько с реальной историей, сколько с историей традиций, которые развиваются, находясь в постоянной полемике, в постоянных вот таких напряженных отношениях друг с другом. В данном случае традиций севера и юга. И, наверное, в Северном царстве, повторюсь, Яровам Сын-Невата воспринимался как реставратор древнейших традиций, как прямой последователь и сторонник традиций, связанных с Моше и Аароном. Здесь я сделаю некоторую остановку и готов выслушать вопросы. Вопросы, замечания. Я просто не могу вспомнить, где это комментарий, по-моему, или это в каком-то мидраше приводится. Разные варианты того, кем были эти крови. По одному из вариантов у них были детские лица, а по-другому у них были лица именно быков или телят. Насколько я помню, еще у Ихискелли есть два писания колесницы. В одном там есть вместо Крувим, который фигурировал в одном писании, и в другом месте там появляется шор. Поэтому некоторые делают то, что эти Крувим, они и были на самом деле этими быками. То есть это как бы даже не противоречащая традиции получается. Ну, значит, во-первых, я полностью принимаю то, что ты говоришь насчет взаимозаменяемости шор и Крувим. Я только могу вспомнить, чей это комментарий. Но это написано прямо в тексте Ихискелли. Ихискелли, да, но там несколько... Что касается детскости, там вообще лицо человека, Адам. Но хазаль, мудрецы, они как бы любят играть со словами. И они трактуют вот это слово Керув как Керувья. Керувья, Керувья или Равья, да, это ребенок. Пара месяца. Вот, и получается, что они как дети. Да, отсюда, кстати говоря, вошла вообще традиция, вот связанная с тем, что Керувимчики, такие приятные пухленькие рубинцевские младенцы. Да, значит, но в принципе, да, действительно, они... Ну, фигураж какой-то и есть. А по-другому у них лица взрослых, а по-третьему у них лица быков. Вот не могу выносить сейчас, ладно. Но во всяком случае, хотя действительно у ихискеля, они как бы взаимозаменяемы. И действительно есть вот эти два пророчества колесницы, в одном из которых Керув, а в другом Шор. Но все равно очевидно, что как бы некоторая мейнстрим традиции разделяет эти два вида презентации божества и относит одно к северу, другое к югу. Одно к Самарии, другое к Иерусалиму. Вот поэтому... Ну, он просто там построил альтернативный центр. На самом деле, если... Просто действительно это поразительно, что в Дании это сохранилось фактически полностью, то есть раскопаны там действительно стоящие копии Бэтмикдаши там со всеми подробностями. Жертвенник, конечно, другие святилища тоже более-менее по тому же принципу, наверное, в нашей местности строились. Но там она очень похожа на то, как именно Бэтмикдаш описывается, со ступеньками даже. Я не уверена, что в других местах есть они. И там как бы то, что они там скопировали, это сделать копий-пест в Иерусалим. И то, что он поставил там... Весьма возможно, он там сделал тех же самых... Я так думала, это я фантазирую. Может быть, он там поставил тех же самых кругов, но только их писали, называют тельцами, потому что они не на месте. Туда нельзя было копировать. А ты имеешь в виду, что два названия для одного и того же? Ну, опять же, как бы теоретически это исключить нельзя. Хотя все-таки, ну, что касается самого слова «эгель», то его этимология довольно прозрачна. Мы знаем, что это такое. «Эгель», «шор». И вот есть соответствующие, повторяю, изображения древневосточные, которые это подтверждают. Что касается клирувов, то там, конечно, разные есть изображения, но все-таки, как правило, это какие-то такие крылатые существа, и они, в общем, как правило, все-таки не быки, не тельцы. Как бы теоретически такое можно себе представить, вот, но, судя по всему, как бы вот существовало явное разделение, явное разделение функциональное между двумя этими видами. Но это как бы вопрос спорный. Еще у кого-нибудь вопросы по поводу Золотого Тельца и Яровама? Кто-нибудь еще что-то хочет спросить или сказать? У меня такой вопрос. Да. Все-таки общий. Что, собственно говоря, мы можем с этим всем сделать, если попытаться как-то это разложить по полочкам? Первое – это то, что изобретение евреев использовать историографический нарратив, а вовсе никакой не историографии вообще, для каких-то структурных, для каких-то архетипических, каких-то или злободневных тем, это совершенно очевидно. Это начинается с вторы. Если так сказать, это брать так, как мы это видим, все может быть, это не совсем так, это уже даже не имеет значения. Но вторая, кажется, более упорядочена в этом отношении, на более систематичную. А все остальное – это попытки, значит, как-то использовать, подражая этому подходу, подражая использованию вот этого историографического, потому что ни в одном народе другом такого подхода нет. Это выглядит совершенно, как какая-то история реальная, а на самом деле это есть и какая-то парадигма. В каждых разных случаях другая. Мне кажется, что если говорить о рациональном подходе, то что мы можем из этого сделать? Это просто расписать, допустим, Рон и его интерпретации, Машеев интерпретации, Золотой Телес и, как это значит, Кировием, и как они существуют. То есть просто составить вот такой вот словарь и попытаться определить каждый раз, какой смысл это может иметь и как это все связано. Вот это единственное, что мы можем сделать, чтобы как-то классифицировать вот эстонавт и толкование его. И, может быть, можно одновременно совместиться с реальными историческими какими-то вот фактами, которые взяты для этого. А вот что еще? То есть на что мы можем ответить? Что мы можем утверждать? Я думаю, поскольку наш курс, курс заявленный, как некоторая попытка отыскать связь, отношения между историей, мидрашем, мифом, как те все вещи согласуются, то это то, чем мы занимаемся. Мы пытаемся, прежде всего, понять, прочесть, ну, скажем так, другой израильский библиист, и Аир Закович называл этот термин литературной археологией. Значит, мы всегда текст можно прочесть разными способами. В данном случае, вот скажем, «История с золотым тельцом». Его можно прочесть, ну, как он эксплицитно дан. Эксплицитно он дан таким образом, что «История с золотым тельцом» — это очевидное идолопоклонство, которое всячески осуждается. Но существует альтернативное прочтение. Это альтернативное прочтение как бы лежит не на поверхности, но его можно как бы откопать и выявить. Теперь, значит, в каком-то смысле ни то, ни другое, как вы правильно заметили, не является, конечно, историей в полном смысле этого слова, а скорее, как я насказал, историей традиции. История традиции, которая в данном случае касается мифа и культа. А миф и культ — это вещи, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. И вот я как бы, моя цель была в данном случае представить вам возможное объяснение истории, традиций и их взаимоотношения друг с другом. Вот. И ни на что больше я, собственно говоря, здесь и не претендовал. Теперь, да, если еще ни у кого больше вопросов и замечаний нет, то я с вашего разрешения хотел бы обратиться к еще одной теме, заявленной в рамках нашего сегодняшнего занятия. Я только скажу, что мы не будем обсуждать подробно образ Рахавама, сына Шлумо и историю похода египетского фараона Шишака или Шишенка на Ханаан, просто потому, что мы с этого начали наш курс. На первом занятии, когда я приводил примеры мифа истории Мидраша, я как раз ровно этим сюжетом и занимался, и сравнил то, как описан поход Шишенка, Шишака на Ханаана в книге Млахим, с тем, как он описан в книге Девраеми. И этот текст был избран но и не случайно, а потому, что на самом деле эта история с походом Шишака или Шишенка, это первая история, касающаяся эпохи израильского иудейского царств, у которой есть какая-то аналогия во внешних источниках, независимых от Танаха. Мы с этого начали наше рассуждение, что когда мы опираемся только на один источник фактически, ну, конечно, есть археологические артефакты, есть эпиграфика, но в принципе, когда нет никаких внешних, дошедших до нас, источников, каким-то образом соотносящихся с рассказываемыми событиями, описываемыми событиями, это проблема. Так вот, первое такое событие из библейской истории, у которого действительно есть аналогия внутриегипетская в данном случае, это действительно поход Шишака или Шишенка на Иерусалим, прошу прощения, на Ханаан. Конечно, там больше различного, чем общего, потому что, согласно Танаху, главной целью Шишака или Шишенка был именно Иерусалим, в то время как в надписи из Карнаха в Египте, которая описывает поход с Шишенка и Шишака, Иерусалим вообще не упоминается, и его целью была попытка еще раз подчинить всю территорию Ханаана египетскому влиянию. Как мы знаем, Ханан находился под египетским влиянием начиная примерно с 15-го, даже с 16-го века до новой эры по конец 13-го, начало 12-го, когда с приходом народа в мир это все расшаталось и рухнуло. И вот в начале 9-го века Шишак, Шишенк пытается это восстановить. Он действительно много чего завоевывает, но фактически это ему не удалось все равно. Он ушел в Освояси, и Ханаан не стал в вассальной египетской территории. Вот, так вот я говорю, что это мы обсуждать сейчас не будем, потому что мы это обсуждали. И поэтому второй заголовок нашего занятия был такой «Царь Авиа», «Авиа царь Иудеи», «Праведник или грешник». Значит, кто такой, собственно говоря, царь Авиа? Или Авиягу? Или Авиям? Разному он называется. Это сын Рахавама. Это сын Рахавама, который, и это то, что будет нам здесь любопытно, совершенно противоположным образом описан в двух источниках книге «Млохим» и в книге «Девериямин». Значит, надо сказать, что книга «Млохим» плохо относится по большому счету к Рахаваму, сыну Шломо. Он с самого начала повел себя достаточно безответственно и в результате царство раскололось, хотя это и было предуготовано, но все равно он сам вел себя недостаточно не как зрелый политик. А кроме того, он обвиняется автором книги царей в том, что он продолжил культовую политику конца дней своего отца Шлумо и тоже служили другим богам, кому только нет. И, собственно говоря, он прямо-то не говорит, что из-за этого пришел Шишенк на Иерусалим как наказание. Обычно автор книги «Млохим» книги царей эксплицитно это не выражает. Но это можно как бы уловить между строк. Автор в этом смысле ведет себя совершенно иначе по отношению к Рахаваму. Он как раз Рахавама выдал поклонство и не обвиняет. По той причине, что ему вообще трудно смириться с мыслью, хотя иногда это приходится делать, но это произойдет гораздо позже в его представлении, что цари иудеи, наследники Давида и Шлумо самые обыкновенные язычники. Как бы этого не должно быть. Поэтому когда автор книги рассказывает историю Рахавама, он обвиняет его в гордыне, не в язычестве, а в гордыне, в том, что благодаря тому благословению, которое даровал ему Бог, благодаря всяческим успехам политическим и экономическим, он возгордился и забыл, оставил закон Господень. Он не говорит, что он стал служить другим богам, но он оставил закон Господень и как бы забыл Тору. И поэтому, говорит автор Девриями, пришел Шишак, Шишент и явился таким Божьим бичом, наказанием. Вы оставили меня, я оставил вас. Он как бы более осторожно выражается, автор книги Девриями. Собственно, он здесь ведет линию книги Деварим, которая говорит, что вот если тебе много чего будет дано, обращается к народу Израиля, то может произойти такая дурная вещь, возгордитесь, сердце ваше возгордится, и вы забудете меня. Это постоянное такое предупреждение, которое в книге Деварим звучит, и оно вменено в вину как раз Так вот, Авия, Авия, это его сын. И вот, что говорится о нем в книге Млахим. Я зачитываю. Когда Авия воцарился над Иудеей и правил там три года, он ходил всеми грешными путями отца своего, которые тот делал перед ним, и не было его сердца вместе с Господом Богом его, как сердце Давида отца его, в смысле предкой. Ибо ради Давида отдал Господь Бог, оставил Господь Бог свечу в Иерусалиме, с тем, чтобы оставить, исполнить обещание и оставить династию Давида и не положить ей конец, поскольку Давид делал лишь праведное в глазах Господа. Мы уже обсуждали эту дилемму, связанную с Давидом, и как это сочетается с рассказами книги Шмуэля о грехах Давида, и он не отходил ни от чего, что заповедовал Господь все дни жизни его, кроме истории Сурея хитийцев. И во время, тут дальше такая вставная фраза, которой я сейчас касаться не буду, она здесь явно не на месте. Вот это все собственно говоря, что автор книги Малахи может сказать про царя Абияма, и потом он заканчивает обычной такой формульной фразой, прочие же дела Абияма описаны в книге хроник или летописи царей Иудеи, и была война между Абиямом и Яровамом, и Абиям почился с отцами своими, и его похоронили в городе Давида и воцарился Аса сын его вместо него. Вся эта ситуация для автора Деврея Амин выглядит как абсолютно скандальная. К тому есть несколько причин. Во-первых, если действительно Абиям был такой грешник, то как же он не получил по заслугам-то? Если он допускал не более не менее языческое служение, идолопоклонство, то как же Бог его не наказал? Мало этого, он надостоился похорон в городе Давида, и он похоронен вместе с предками своими, вместе с самим Давидом шлумо. Как же это так? Ни в какие ворота не влезает. Это во-первых. Да, и мы помним, что для автора Деврея Амин краеугольным камнем его воззрения является личное воздаяние. Виноват, отвечай. Во-вторых, как я уже сказал, он вообще не любит без причины легать царей иудеей. Есть случаи, когда этого не избежать, но там, где этого можно избежать, он этого избегает. И вот мы сейчас посмотрим, как изображено царствование Абияма, или как его называет автор книги Деврея Амин в сопрощенном виде Абия в этой книге. Он говорит так. Сначала он переписывает все, что есть в книге Блохим, о трех годах царствования, а дальше говорится, и задумал или инициировал Абия войну с Иеравамом. И было у него 400 тысяч воинов. И Иеравам отправился с ним воевать, и у него 800 тысяч воинов. Как вы видите, соотношение два к одному. Значит, армия израильская вдвое больше. Можно с одной стороны сказать, что это отражает какую-то вполне реальную историческую действительность, поскольку мы знаем о том, что израильское царство было действительно более сильным политическим, экономическим и военным отношением, Иудея. Но, с другой стороны, тенденция автора книги Девриям ясна и видна на как бы показать, что Абия решился на войну с превосходящими силами противника. И он пошел на некую гору, горы Фраима и обратился к Яроваму и всему Израилю и сказал, послушайте, Яровам и весь Израиль, разве вы не знаете, что Господь, Бог Израиля отдал царство Давиду над Израилем навеки и его сыновьям навеки союз соли. Союз соли – это выражение истории, которое обозначает вечный союз. А вы этого разве не знаете? И встал Яровам сын Ивад это все говорит Авия, раб шлумо сына Давида на ничижительной форме, раб шлумо сына Давида и восстал против господина своего. То, что в книге Млохим описывается совершенно неоднозначно, как мы говорили, мало того, что все это похоже на историю Моше, бунтующего против фараона, но, кроме всего прочего, из пророчества Ахии из Шило, что это в планах Бога. Здесь же он раб шлумо, который восстал на своего господина. И собрались вокруг него люди пустые, негодяи. Так он описывает сторонников Иеравама и жителей Северного Царства. И они оказались сильнее Иеравама, сына шлумо, который здесь изображается как раз в вполне позитивном свете. Просто он такая невинная, маленький, он молодой и неопытный. Из-за этого все и получилось. Иеравама юноша и мягкосердечен. И он не смог проявить силу перед ними, ровно противоположно тому, что описано в книге Блохим, что Иеравама именно решил поиграть мускулами. И вот теперь вы говорите, что вы сильнее царства Господнего, которое передано сыновьям Давида. Так называется здесь Иудея. Царство Господне. В другом месте автор говорит о том, что шлумо сидел на троне Господнем. Вы же огромное множество и с вами золотые тельцы. Вот та фраза, которую мы уже цитировали. Которых сделал вам Яравам в качестве Бога. Вы изгнали жрецов Господних, сыновей Аарона и левитов и сделали себе жрецов из такое ругательное выражение Амея Рацот в эпоху Второго Храма, которое обозначает ну, как бы сказать так, отребие, люмпин, пролетариат. Да, вот из кого вы сделали себе священников. Всякий, кто хочет принести жертву, тот и становится жрецом без Бога. Ле-Ле-Ле-Ле-Хим. Мы же с нами Господь Бог наш, и мы его не оставляем. И наши жрецы служат Господу, это сыновья Аарона и левиты. Мы воскуряем Господу и приносим ему жертвоприношения. Ежедневно они тут описываются. И вот с нами во главе нас стоит Бог и его жрецы. И трубы трубят против вас, сыновья Израиля. Не воюйте с Господом Богом Отцом вашим. Война Иравама с Авией это война Тельца, если угодно, с Господом Богом Израиля. Ибо вы все равно не преуспеете. Ничего этого в книге Блохим нет. Более того, нигде даже намеком не сказано, что Ия выявил эту войну. Наоборот, ощущение такое, что Иудея поддается. И вот дальше говорится о том, что Яровам расставил засады и получается, что войско Иудеи взято в кольцо. Но это их не испугало, потому что в таких случаях есть молитва. То, что полагается делать еще со времен ускороза из Египта. И воззвали они к Господу, а священники трубят в трубы и закричали все воины иудеи. И Бог поразил Яровама и весь Израиль перед авией иудеей. И бежали сыновья Израиля от иудеи и отдал Бог их в руки иудеи. И побил авиа и народ его израильтян. И пало там много трупов. 500 тысяч человек. Большая часть войска. И сдались, смирились сыновья Израиля в то время перед иудеей. А иудея усилилась потому что полагалась на Господа Бога отцов своих. Авия же преследовал Яровама, захватил у него города Бейт-Эль и еще некоторые города здесь упоминаются и больше не мог Яровам собрать силы чтобы воевать с церковей и поразил его Господь и он умер. Опять же вещь, которая совершенно не рассказывается в книге Влахим. Господь поразил Яровама и он умер. В книге Малахим рассказывается о смерти сына Яровама. Это да, но о том, что сам Яровам умер безвременной смертью, этого как раз нет. и все это заканчивается тем, что все прочие дела Ави записаны в Медраше пророка Идо. Пророк, который упоминается действительно в книге Малахим в другом контексте, вот, но как бы что мы можем от... поскольку время наше выходит, мы, правда, начали сегодня немножко позже, но в течение нескольких минут я закончу. Как бы что делает автор книги Девраэмин, на мой взгляд, он создает протомедраж, опять же, он как бы полностью перетолковывает и изменяет все акценты текста книги Малахим, превращает Ави из грешников в праведника, выступающего от имени Бога, в этого второго Йотама из книги Шуфтим, который порицает Авименаха за узурпацию власти, вот так делает здесь Рахаван, естественно, войско иудейское, хотя и вдвое меньше израильского оно побеждает, потому что сила истинная не в воинской мощи, а в поддержке Бога, и важно очень, это для автора Девраэмин одна из центральных нитей, подчеркнуть, что историю записывают пророки, поэтому она верна, она истинна, потому что это записано пророком. Здесь, кстати говоря, впервые в еврейской литературе употребляется термин медраж, он здесь не обозначает то, что обозначает медраж впоследствии, он обозначает какой-то вид летописи, но летопись, которую пишет пророк, поэтому-то Авияю удостоился того, что его похоронили в городе Давида вместе с предками своими, и он в результате привел к тому, что когда воцарился сын его, оса, то земля покоилась десять лет. Снова намек на книгу Шуфтим, формула книги Шуфтим, из которой здесь черпает автор Девриямин. То есть как бы полная, абсолютная переделка исходного текста, которая отражает некоторые заветные идеи автора книги Девриямин. Иудея царства Бога, Израиль, дитя, рожденное в грехе и имеющее право на жизнь существования. Ну, давайте здесь остановимся. Если есть вопросы, замечания, то можно по этому поводу сейчас буквально несколько минут высказаться. Мы закончим. Пожалуйста. Есть ли вопросы, замечания? По поводу фигуры Авии. В следующий раз мы будем заниматься фигурой сына Авии Ассой. Там тоже есть довольно любопытные нестандартные ходы опять же в книге Девриямин по сравнению с книгой Млахим, в том числе свидетельствующие о билингвизме автора Девриямин. Но об этом поговорим отдельно. Ну, хорошо. Если вопросов нет, замечаний нет, то мы, наверное, здесь и завершим. Всем большое спасибо. Всем большое спасибо. Нехама, ты хранишь? У тебя не слышно, кстати говоря, у тебя выключен микрофон, Нехама. Всем до свидания. Когда я закрываю, она сохранится в облаке. До свидания. Всем большое спасибо и до свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok